Всем привет! Уже декабрь месяц, все потихоньку готовятся к следующему сезону. Я не исключение, закупила семена. На следующий год я решила посеять меньше, чем обычно, потому что высеваю очень много, выращиваю и раздаю, и скармливаю птицы. Поэтому решила чуть поменьше, но все равно, видите, семян довольно-таки много. Сегодня я хочу вам показать, какие семена купила, что буду выращивать на следующий год. Это, конечно же, редис. Самый первый посев в конце марта, в начале апреля я высеваю редис. Это селеста и черриет. Нравятся мне эти гибриды. Корнеплод крупный, сочный, практически нет остринки и мало зелени. И также для разнообразия купила пинг-сюрприз попробовать. Также на раннюю зелень я в начале апреля или в конце марта, смотря по погоде, как я высеваю, конечно же, салаты. Каждый год высеваю мешутка. Это очень-очень вкусный салат. Крупная розетка, сочные маслянистые листья. И что самое главное, он не горчит. Я выращиваю его через рассаду. Именно через рассаду он получается просто идеально. Вот как на картинке крупная, красивая розетка. В марте высеваю в плошку, а потом как рассады рассаживаю в теплицу. На фотографии видно. Как рассады рассаживаю в теплицу. На фотографии видно. А потом уже, когда огурцы поднимаются, я также высеваю и в открытый грунт. Замечательный салат. Вот такого одного пакета хватает на весь сезон кормить большую семью, если выращивать рассады. Вот в этом пакете 0,5 грамм. Вообще достаточно. Я купила три пакета, потому что не везде... Вот такой салат, этот от Аэлиты, можно купить. Не везде продается, очень редко продается. Я покупала в Москве на Останкинской. Замечательный салат. Каждый год его выращиваю. Хороший. Базилик Компатто купила. Оригинальный вкус и аромат. Посмотрите, как он маленький. Шариком растет. Он не формируется, так и растет. Хочу посадить в теплицу, потому что я всегда базилийка выращиваю в высокорослые. В теплице вообще он у нас в Московской области хорошо растет. Но они вырастают, кусты просто громедные, затеняют перцы и огурцы. Тени много от них. Объем большой. Поэтому решила вот такие маленькие кустики посадить в теплицу. Ну, это, конечно же, укропы. Аллигатор мне очень нравится. Тоже на раннюю зелень и в открытый грунт. Вот укропки Брай купила в этот раз. Тоже хорошее пробовала. Листья у меня, конечно же, на раннюю зелень. Это и шпинат тоже выращиваю у рассада, чтобы добиться вот такой большой розетки. Только рассадой. Потому что, когда мы сыпем просто, как присаливаем в землю, он растет плотный и листья маленькие. А именно, когда рассадой у него такие большие, крупные листья, здорово получается. Матадору я выращиваю каждый год. Крупный такой тоже лист хороший получается. Мне нравится. Ну, здесь салат Лола Бионда. Это так, для разнообразия шпинаты. Конечно, мне здесь нужно будет еще мне купить рукола тоже через рассаду. Прекрасно вырастают такие огромные кустищи. И кинзу еще нужно будет мне докупить. Кабачки. Это кабачок, а как, господи, он называется-то? Цукини зеленый мне очень нравится. Кандела F1. Пять семян. Но эти пять семян накормить три семьи больших. И кавили каждый год уже сажаю. Пять семян. Вот по три семечки каждого посажу. И достаточно. И сами едим. Угощаю. Сколь. Очень много угощаю. И кур у меня еще едет. Так, дальше. Что у меня? Капуста. В этом году я, ну, на следующий сезон я буду выращивать только брокколи. Белокочанную, цветную не хочу. Отдохну. Сделаю перерыв. Купила Ботави. Это ранний гибрид. Новинка. Я не выращивала его. Ранний гибрид. И галука крупная. От одного до одного и двух килограмм. Вот. Можно почитать. И фиеста, которую я выращиваю каждый год. Это среднеспелый гибрид. От одного до полутора килограмм вырастает. Мне он нравится. Заметила, что из всех капуст мы все-таки брокколи больше любим. Я ее в этом году столько наморозила. Делаю ее на пару. Замечательно. И ребенку, как прикорм, на пару сделать. И себе в роли гарнира здорово получается. Тыквы. Тыквы в этом году я буду выращивать много. Как, собственно говоря, в прошлом году я высевала много. Но мы в мае уезжали в Сочи отдохнуть. А здесь ее никто не убрал. Поэтому она у меня замерзла. Рассада стояла на улице. Был заморозок. Поэтому в прошлом году у меня из тыквы только была декоративная, которую выжил один куст. В этом году выращивать для кур, чтобы зимой кур кормить. Тыква мускатная ангелика. Это у меня еще с 2018 года семена. Три штучки осталось. Решила досеять, чтобы не пропали. Крупноплодная бомбина. Это новинка. Я не выращивала. Вот эта тыква красная баронесса. Это у меня еще они лежат с 2021 года. Я ее выращивала. Крупная тоже получается. Мраморная тыква. Большой макс. Это, по сути, вот эти очень крупноплодные тыквы. Они по 20 килограмм здесь, по-моему, вырастают. Это для животных. Не для себя. Стофунтовая. Тоже крупноплодная тыква. До 20 килограмм. Так, это все съедобные. И, конечно, декоративная. Двухцветная груша. В этом сезоне я ее рассадо выращивала. Замерзла. Потом тыква бородавчатая. Выращивала в 2021 году. Замечательно получилось. Но мне сейчас его показать и вам нет. Я ее раздала. Хорошо хранится. Вообще может вечность храниться. Она высыхает, становится легкая, пустотелая. Замечательно. Я вот с такой тыквы, вот с круглой, с бородавчатой, я делала поделку осеннюю в школу ребенку. И вот такая корона тоже выращала в этом году. У меня куст остался один, единственный из всех тыкв. Вот вырастила. В этих пачках буквально по одному, по два семечка осталось. Поэтому довысеваю. Вот как раз она и есть. Это смесь здесь. Вот она такая. Тоже, как видите, хранится хорошо. Красивая форма и красивый цвет. У меня их, наверное, штук шесть или семь в доме лежат для декора. Замечательно. Говорят, тыквы такие декоративные можно употреблять в пищу. Я не употребляю, потому что все сорта, которые я выращивала, а я их выращивала очень много. Они все горькие. Дальше горошек. Ну, горошек я покупаю любое. Здесь оксайский, здесь сахарный. Это детям. И на заморозку я еще замораживаю. Здесь у меня эти подсолнечники. В этом году, в следующий сезон, я посажу, может быть, несколько вот таких низкорослых. А все высокорослые я высевать не буду, потому что они очень хорошо самоселом сходят. В прошлом году прошлогодние семена на землю упали. Они у меня все взошли. Представляете, и я еще рассады посадила. У меня столько было подсолнечника. Это вообще. Я его высаживаю буквой Г, чтобы прикрыть курятник, чтобы не видно было летом. Дальше у меня огурцы идут. Изумрудный поток. Я выращивала вскрытые семена. Очень хороший огурец. Потом, это все прошлогодние семена. Трилоджи буду выращивать. Бьерн. Потом Витич. И Салон. Это прошлогодние все гибриды, профессиональные серии. Замечательный был урожай. Поэтому в этом году даже ничего не покупала за курцов. Все буду так выращивать. Так, перцы. Перцы. Значит, новинка Олексия Нистца. Тоже профсемена. Потом перец Семерлан. Профсемена. Это все новинки, гибриды. Перец Милдред. Это уже мои сортовые, конечно же, Рамира. Конечно же, Айварский. Также это уже мои семена Оранжевый Горизонт собраны. Тоже хороший перец. Цвет очень красивый. Перец Леси. Свои семена. Купила Калифорнийское чудо. Очень давно не выращивала. Решила вспомнить. И Воловье Ухо тоже давно не выращивала. Решила посеять. Это все сортовые. Также острые перцы. У меня здесь новинка Сириус. Посмотрите, какой красивый. Я не знаю, это перец декоративный. Идет он на еду или нет. Хочу в горшок посадить. Также перец Вспышка. Отличный перчик. Мне он очень нравится. Высевала в этом году впервые. Очень и очень низкорослый. Сантиметров 15 максимум. В контейнере выращивала. И мелкие плоды такие красные. Красивый перчик. У него, видите, по шкале троечка стоит. По остроте. Он не очень острый. Кто будет сажать, у него остринка такая, знаете, средняя. Не очень острый. И также купила вот тоже новинка конфетти. Смотрите, красивый. В горшок хочу посадить. Или в этот, в цветник. Посмотрим, как пойдет. Еще высаживаю слой перец. Тоже он кустовой. Но он сантиметров, наверное, 20-25. То есть чуть повыше, чем, допустим, вспышка. Каждый год выращиваю без названия. Уже название потеряно давно. Свои семена. Так, ну что? Самое главное это томаты. Томаты я в этом году купила только один сорт. Все остальное я достала за корма. Свои. То, что я не высевала. Новинки лежат. Мертвым грузом. Поэтому решила посеять. И здесь что-то на обмен у меня было. Что-то когда-то покупалось. Давным-давно лежит. Поэтому решила, ну что покупать. Поэтому буду высаживать. Супер экзотик. Новинка. Долговязая сали. Новинка. Также черри кира. Я буду высевать. Это прошлогодний гибрид. Лискин нос. Мне очень понравился. Сердца такие вытянутые. С носиком оранжевые. Бурлак. Это тоже новинка. 2019 года. Семена. Это из Довликанова. Это поделились со мной. Красный томат крупный. Посмотрим. Говорит, хороший. Ирландский ликер. Выращиваю каждый год. Отличный томат. Томат зеленоплодный. Вот австралиец. Вот единственный томат, который я купила. Это сортовой крупный красный томат. До 900 грамм. Мне его посоветовал продавец. Вот решила попробовать. Немецкое сердце гомера. Красное сердце красиво. В этом году выращивала. Кстати, весь обзор на томат, который я выращивала в этом году, есть на канале. Я оставлю ссылку. Это вот новинка. Я купила томат черри парпора. Я в прошлом году его хотела посеять. Но там был заказ. Минимум нужно было набрать на определенную сумму. Поэтому и в прошлом году не высевала. Но вот нашла парпора. Дорогой гибрид. Вообще сумасшедшие. Деньги стоят. Ну а что делать? Хочу попробовать. Это черри. Томат требус. Тоже замечательный гибрид. В прошлом году. В этом году я его выращивала. Есть обзор. Очень-очень мне понравился. Прям замечательно. Только и в том случае он будет вкусный. Если ему дать вызреть полностью, чтобы он красный был на ветке. Кисти такие красивые. Великолепные. Бычьи сердца кистевые. Тоже новинка. Сладкий касали. Это выращивают для ребенка. Любит. Украинка выращивала в этом году. Такой урожайный, замечательный сорт. Мне очень понравился. Ну, конечно же, мой любимец. Южный загар. Это все семена уже свои. Черное сердце с носиком от Борисовны. Тоже свои семена. Сахар розовый. Выращивала его, наверное, года два назад. Розовый, крупный. Очень тоже урожайный сорт. Мне нравится. Решила повторить, вспомнить. Углерод. Новинка. Лежит уже, наверное, года два. Не меньше. Тетя Анна. Замечательный томат. Крупноплодный. Красный. Настолько вкуснючий. Вообще, все крупноплодные томаты. Я выращиваю много крупноплодных, особенно красных, с целью. Знаете, я же закрутки делаю. Поэтому томатный сок, крупноплодный, красный, идут на заливки различные, на соусы, на аджики, на кетчупы. Вот именно туда у меня уходят вот такие крупные томаты. Если съесть их невозможно все, поэтому на заготовки идет отлично. И гребешки еще, смотрите, с 2019 года лежат. Не знаю, что за гребешки, какого цвета они будут, но вот мне прислали по обмену с Германией. Вот такие сорта я буду выращивать. На закрутку у меня томатов нет, потому что что-то мы их не едим. Не знаю, с этого года еще, наверное, на следующей останутся закрутки. Поэтому много красных томатов крупноплодных, а потому что соки и все остальное. И я сажаю не по одному и не по два, а сразу, допустим, по три, по четыре. Вот тетя Анна, я выращиваю сразу там 4-5 кустов. Вкусный томат, почему бы не вырастить. Южный загар тоже 4 куста минимум. Ну, что у меня еще? Красота у меня еще осталась. Это цветы. Цветов у меня в следующем году много не будет. Ну, как-то так. Я уже посеяла, вам показывала, но еще раз покажу. Примылу мелкозубчатую я посеяла в теплице, в пложке. В начале февраля я все буду заносить для прорастания уже под лампы. Физостегию белую посеяла. Гайлардию низкорослую смесь посеяла. Затем дельфиниум, однолетний гиацинт. Такой красивущий цветок посеяла. Посмотрим, зайдет или нет, потому что семена прошлогодние. Как схожесть будет, не знаю. Колокольчик персиколистный смесь. Это все семена домашние. Дальше посею я, конечно же, я обожаю лобелию. Лобелию серия регата. Марин Белл или как-то название. Это вьющаяся лобелия. Я ее не покупала, мне ее в подарок в прошлом году. Дали при заказе семян. Поэтому посею, чтобы семена не пропали. Они дрожжированные. Вот так. Лобелию я люблю больше кустовую. Поэтому я вот эту линоплетистую не высеваю. Я обожаю серию Ривьера. Она неприхотливая. Очень и очень рано цветущая. Я сравнивала с обычной лобелию других серий и Ривьеру. Ривьера реально, она зацветает раньше. Ну, на неделе две. Ну, может быть, на дней 12-14 дней раньше, чем обычного лобелия. Именно Ривьера. Замечательная серия. Белая с прошлого года еще осталась у меня. Вот такая. Потом Ривьера Блю Сплэш. Я вот такую первый раз купила. Блю Сплэш. Посмотрите, цвет такой красивый. Потом вот такая. Полночь красивая. Лазурная. Знаете, вот такую я выращивала уже в прошлом году. Ну, я каждый год Ривьеру выращиваю. Такой небесно-голубой цвет у нее красивый. Я вам показывала цветник и всю лобелию, которую я выращивала. Ну, до чего же красивый цвет. Вот прям как на картинке. Голубой редко вот такой бывает. Обычно, знаете, когда пишут, рисуют вот такой голубой. Обычно вот более фиолетовый он отдает, сиреневый. А это вот реально такой голубой был цвет. Мне очень она понравилась. Вот попробуйте. В этих по 20 дрожжей. В каждом дрожже по несколько семян. Поэтому они прям растут кучкой. Вот это, конечно, мало. Здесь всего лишь 8, по-моему, дрожжей здесь. 8 штучек. Вот. Она низкоросла. Буквально сантиметров 10-15 в высоту. Ну, конечно же, купила бархатцы. Бархатцы в этом году купила дорогие. Здесь, конечно, в пакете очень мало. Но понравились. Знаете, вот этот Fireball мне чем понравился, что он, когда растет, цветет, то он зацветает такими красно-оранжевыми цветами. А когда уже чуть оцветает, он меняет цвет и становится более рыженький. Получается на одном кусту разные цвета. Вот. Играет с цветом. Антигуа. Купила такие желтые крупные. Очень крупные, набитые. Все низкорослые по 15 сантиметров буквально. И вот такая дюранга. Тоже серия, они тоже меняют цвет. Начинают свести, смотрите, вот таким цветом, потом таким, таким. В общем, здесь еще их и смесь. Дальше купила... Ой, это в прошлом году я высевала флокс Друмонда, синий бархат. Несколько семян посела, ни одно семя не взошло. Вот еще семена остались. В этом году решила их досеять. Но взойдет, не взойдет. Такие крупные семена довольно-таки у флокса. Это низкорослые для горшков. Однолетняя культура. Посадить в горшок цвет мне очень понравился. Но вот в прошлом году ни одно семя не взошло. В следующем году хочу посадить гелиотроп. Никогда я это растение не выращивала. И знаете, как оказалось, проблема сейчас его купить нигде нет. Все раскуплено. Что такое ажиотаж какой-то на гелиотроп решила вырастить и семян нет. В общем, купила вот такую серию. Я не знаю, что это за фирма вообще. Здесь всего лишь 10 штучек их. Но семена плохого качества. Я здесь считала всего лишь 7 более или менее семян. Все остальное какой-то мусор. Посмотрите. Сейчас фокусируется. Нет, наверное, плохо видно. Ну, в общем, гелиотроп решила вырастить. Посмотрим. Знаете, из-за чего? Из-за цвета хочу. И все говорят, что он пахнет очень. Аромат у него очень хороший, нидовый. Ну, посмотрим. Это камнеломка белая. Кстати, я ее тоже посеяла. Это семена мои. Я ее собирала со своего куста, который тоже вырастила из семян. Вот в таких... В такие емкости заложила. Это белая камнеломка. Посеяла тоже в теплице. Стоит в плошке. Занесу, посмотрю. Вообще, я ее продаю. Такой стоит 50 рублей. Но, знаете, здесь очень много семян. Даже больше, чем в обычном пакетике. И если не продастся, я просто в открытый грунт ее высыплю, огорожу место и посею. Потому что схожие семена теряются каждый год. А это свежие семена. Я их собирала вот в июне месяце. С белой. Очень красивые, кстати, белые. У меня камнеломки много, разные. И по цвету, и белая, красная, розовая есть. И по сортам у меня есть сетинистая. Это еще какая-то камнеломка. Вот. Поэтому очень люблю это растение. Среди камней она, конечно, шикарно смотрится. Да и вообще просто в цветнике. На первом плане она такими пышками растет. Куртиночками, подушками. Красивое растение. Цветет долго. Ну, замечательно. Все. Это и все семена. Все, что я буду выращивать в следующем году. Делитесь. Купили вы семена, что будете выращивать. Вот. У меня на сегодня все. Я вам, знаете, что еще хочу кое-что показать. В одном из последних видео я вам показывала, что увлеклась сплетением из ротанга. Посмотрите, какую красоту я сплела. Это горшочек счастья. И знаете, я о чем подумала? Если сюда положить семена, удобрения, какой нужный, великолепный подарок для огородника. Согласны? Ну, если, допустим, это ребенок, сюда можно конфеты, полный горшок или мандарины. Тоже прекрасный подарок. Очень красиво. Такой горшочек хорошо стоит просто на мебели или на полу. Цвет можно любой. Вот я плету сейчас такие красивые, оригинальные вещи. Мне очень нравится. Ну, у меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Пишите комментарии, кто что купил, кто что будет выращивать на следующий год. Всем пока!